Лига КВН Городов Золотого Кольца Опять принимает как хозяин Лигу Городов Золотого Кольца Для нас принципиально важно, что сезон имеет уже не экспериментальный характер, как это было в 2018 году Когда многие жители района Сергиева Посадского и города приходили на игры КВН И для них уже стало хорошей традицией посещать игры Всей семьей приходят на КВН непосредственно в Дворец культуры имени Гагарин Этот сезон открывается фестивалем и значительная команда, значительное число команд участников Итак, вот в пятницу сколько ждем команд? Откуда? Ну, сколько своих будет, ребят? Наша лига прогрессирует. Если в прошлом году в экспериментальном сезоне участвовало в фестивале 12 команд Шесть из них были участники местные и шесть приглашенных команд То в этом сезоне мы начинаем уже около 20 команд, порядком заявились в наш фестиваль 20 команд? 20 команд Местных сколько будет? Из них мы ждем около шести местных команд Ну, наши стабильно продолжают сезон Конечно, да, конечно И мы ждем гостей Сергиев Посад является таким гостеприимным городом Является воротами Золотого кольца России Поэтому, конечно же, мы с удовольствием примем всех наших гостей Но будут участвовать команды из городов Золотого кольца Или география подразумевает участие команд любых близлежащих областей? Мы с вами понимаем, что в кольцо золотое входит пять регионов Это, в первую очередь, конечно же, наша область, Московская область Мы ждем команды, которые представляют Чехов, Подольск, Серпухов, Красногорск Это не совсем Золотое кольцо, но они участвуют Да, но мы подразумеваем, что некоторые города претендуют на вступление Ну и в принципе они в Московской области Да, в Московской области, поэтому для них принципиально важно выступить именно в главном городе, который входит в Золотое кольцо России Мы как Сергей Фасад застолбили за них место Да, да, да Ну и, конечно же, это в основном большие вузовские команды Студенческий КВН, да, который обычно представляется большими московскими вузами Которые имеют филиалы в городах Золотого кольца И они тоже будут присутствовать Например, мы ждем в гостях Всероссийской академии внешней торговли, Минэкономразвития России Две команды должны приехать Две команды Московского энергетического института Да вы что? Мы ждем, да Это мой родной институт Да, мы ждем команду Прекрасно, значит 100% нужно быть на игре, на фестивале Мы ждем команду РосНОУ, Российского нового университета Ждем команду Института индустрии и туризма имени Сенкевича Поскольку мы представляем национальный туристский маршрут Золотое кольцо России То, конечно же, без туристического вуза нельзя Но сезон откроется фестивалем Вот что это за формат фестиваля, да Как он будет проходить, именно сама игра 20 команд достаточно много Будут ли они иметь несколько испытаний Или они покажут, ну, скажем так, свою визитную карточку И на основании этого жюри уже примет решение, кто идет дальше, кто остается Ну, у нас есть хороший пример, как проходит фестиваль в Сочи То есть это такая концепция, когда выступает достаточно много команд Они готовят одно задание от 4 до 8 минут Соответственно, мы увидим их в одном конкурсе И все эти команды, выступив, имеют возможность продолжить сезон По сути, это такой вот фильтр для того, чтобы набрать сезон Который у нас будет в этом году Это будут уже не 4 игры, как в прошлом году, а уже 5 игр То есть это фестиваль, как 1 восьмая финала 1 четвертая в мае пройдет И потом уже осенняя часть, в которой, соответственно, будет состоять полуфинал Финал, и отдельно мы предусмотрели кубок главы района Хорошо Михаил, вы директор Лиги КВН Городов Золотого Кольца Ранее вы работали с командами «Свои секреты» Сборная Малых народов, станция спортивная Расскажите, директор Лиги КВН – это кто? Вот что вы делаете? Наверное, это самый главный организатор Организатор, который планирует работу на сезон Потом выстраивает стратегию развития Лиги Вот если мы в прошлом году проводили экспериментальный сезон Соответственно, то в этом году по результатам сочинского международного фестиваля В этом году был юбилейный 30-й фестиваль Нам удалось выстроить по-новому систему работы нашей Лиги В 2019 году Сергеев Посад принимает сезон Большой Лиги То есть она встроена в систему координат Центральной Лиги КВН «Старт» То есть у нас единый календарь с Воронежской Лигой Одной из самых старых Лиг КВН У нас утвержденные редакторы, которые так или иначе присутствовали в фестивале в Сочи И просмотрели все команды, которые приезжали Команды, которые к нам приезжают, они знают результаты сочинского фестиваля И результаты прошлого сезона в Сергеевом Посаде И он достаточно прекрасный и успешный прошел По результатам прошлого сезона Некоторые команды присутствовали в Сочинском международном фестивале команд КВН Они, например, вице-чемпион нашей Лиги прошлого года Который очень полюбился нашим зрителям в Сергеевом Посаде Команда КВН «Заряд» Владимирского государственного университета Они вышли по результатам сочинского фестиваля в первую Лигу Международного союза КВН Это серьезное достижение и результат для нашей Лиги Но а старт у них был именно здесь Именно здесь В Сергеевом Посаде Конечно, они параллельно играли еще в Международной Лиге в Минске И проверяли материал, по сути, контент, который у них был Они проверяли в Сергеевом Посаде Я знаю, что при создании Лиги КВН «Золотого кольца» Была некая договоренность именно еще с союзом городов «Золотого кольца» Вот как вы взаимодействуете, как устраиваете вот это вот общение? Вот такой межрегиональный характер, по сути, территориальный принцип Когда пять регионов, девять городов «Золотого кольца» России Они дают нам определенный момент стратегии открытости То есть ребята по сетевому принципу Главный принцип союза городов «Золотого кольца» Это взаимодействие в рамках туристического маршрута Национального «Золотого кольца» России между городами Ну и встраивание в график мероприятий Которые проходят по дегиде «Золотого кольца» России Ну мы в феврале в администрации Сергея Посадского района подписали соглашение И Михаил Юрьевич нас напутствовал, соответственно, для того, чтобы мы этот сезон провели вместе с союзом городов «Золотого кольца» И для нас важно было участие не только участников, соответственно, союза, но и претендентов городов, которые входят в этот союз Подписав соглашение, мы имеем официальный статус Лиги КВН, которая проводит мероприятие в контексте мероприятий всего союза городов Но если мы говорим о том, что у нас «Золотое кольцо» — это все-таки туристический маршрут То можно ли считать, что наш КВН — это такой элемент событийного туризма, на который могут приехать все живающие? Главное, чтобы они о нем знали Именно так Мы с вами подразумеваем, что, например, все знают о проектах «Зима в Подмосковье», «Масленица широкая», которая отмечается и в Сергиевом Посаде, и в городах Подмосковья Для нас принципиально важно, и Андрей Юрьевич Воробьев достаточно много говорил о том, что нужно развивать туристический кластер Соответственно, Сергей Посад входит в эту систему городов, имеющих культурное и историческое наследие И для нас принципиально важно, чтобы Сергей Посад был не только формой дополнительного молодежного туризма Пожалуйста, пускай болельщики едут на КВН со своими командами Конечно, и вот мы ждем, соответственно, многие автобусы приедут с болельщиками вузовских команд, городских команд, которые представлены в Союзе городов Золотого кольца Для нас важно выстраивать не только такой обычный туризм организованный, который происходит, но и молодежный, событийный И вот Наталья Владимировна Булах, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца, предложила даже для команд такой новый статус, который может быть и в социальных сетях Это статус амбассадоров, либо послов Золотого кольца Поэтому некоторые команды наверняка подхватят эту идею и будут в своих инстаграмах выкладывать информацию о том городе, который принимает непосредственно лигу в этом году Вы уже немножко рассказали о том, как будет строиться сезон 2019 года Но вот может быть некоторые нюансы, допустим, зритель как-то может влиять на выбор той или иной команды Все ли команды, которые будут отсеяны, навсегда расстанутся с возможностью участвовать в играх дальше? Ну вот как раз интерес в том, что именно наша лига, Лига Золотого кольца, она предполагает определенную многоэтапность То есть команды, которые приняли в фестивале, они, например, могут не очень хорошо подготовиться Либо по каким-то обстоятельствам не выйти в следующий этап, то есть в одну четвертую, в майскую одну четвертую И поэтому у них есть возможность, мы понимаем, что время меняется и Международный союз КВН меняется Создана даже специальная организация КВН Продакшн, которая предполагает участие команд за пределами сцены То есть мы создадим YouTube-канал, в котором команда имеет возможность посоревноваться То есть те команды, которые покинули, например, на стадии фестиваля, они имеют возможность вернуться в сезон, но уже на другом этапе То есть есть такая возможность командам посоревноваться и в интернет, в телекоммуникационной сети интернет Здорово, ну а какой девиз у нашего фестиваля? Ну, главный девиз это всей семьей на КВН, да, то есть мы хотим, чтобы жители Сергиево-Посадо, районных городов, да, Сергиево-Посадского района Имели возможность посетить КВН всей семьей И это такой досуг, вечерний досуг, пятничный досуг, когда ты придешь на КВН, получишь удовольствие И мы очень хотим, чтобы каждый житель имел возможность бесплатно, помимо того, что будет на сцене, он увидит и велкам-зону То есть можно прийти чуть пораньше, да, соответственно, пофотографироваться в пресс-воллах, иметь определенные хэштеги Мы это тоже подготовили, то есть это такое сопутствие серьезной лиги Всегда, соответственно, при фейс, перед тем, как проходит основное событие, есть определенные такие маленькие небольшие события, которые предверяют непосредственно фестиваль Поэтому мы ждем всей семьей на КВН вечером, в пятницу, такой досуг, который будет доступен для каждого жителя Сергиево-Посадского района Спасибо, Михаил, за рассказ, я напомню только от себя, что открытие сезона 2019-го Лиги Золотого Кольца у нас состоится уже в пятницу, 22 марта Велкам-зона начинает работать с 17 часов, а с 18 сама игра, и все это во Дворце культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина Всего доброго и до встречи на КВН Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус» Субтитры создавал DimaTorzok